Вот и уходит в прошлое 2022 год. Он был непростым, но все-таки стоит ему сказать спасибо за все хорошее, что было с нами в этом году. За новые дороги, за новые школы и детские сады. За то, что у кого-то из нас родились дети, у кого-то внуки. Кто-то повел своего сына в первый класс. Но самое главное, за что мы хотим сказать спасибо этому году, это за то, что мы вместе. Что мы наконец-то вспомнили, в какой великой и прекрасной стране мы живем, в России. Под большим шагом голубых небес Посмотрю на юг, гнибы зрелые, что камыш жестой тихо движется. Глянув в северу, там в глуши пустынь, снег, что белый круг, быстро кружится. Это ты моя Русь державная, моя Родина православная. Широко ты Русь по лицу земли, красец авственной развернулась вся. У тебя и нет поля чистого, где праздку нашла воля смелая. У тебя и нет богатыр свеси, стоили святой громких огня да. И давно была, когда запада облегла тебя туча темная. Под грозой ее лесопадали, мать сыра земля колебалась. И зловещий дым, отгоревший сел, высоко вставал черным облакам. Но лишь крикнул царь, свой народ набрай. Вдруг со всех концов поднялась Русь. Собрала детей, стариков и жен приняла гостей на кровавый пир. И глухи с тебя под сутрогами улыбнись о спать гости на реке. И теперь следи, городок твоих муравьем пиши. Православный люд, ты во всех концах света белого. Про тебя идет слава громкая. Уже есть за что, Русь могучая. Полюбить тебя, назвать матерью. Встать за честь свою, против негруга. За тебя в нужде сложить голову. Встать за честь свою, против негруга. За тебя в нужде сложить голову. Прошедший год показал, что мы не просто вместе. Мы, россияне, помним и чтим заветы своих предков. Несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, оказывается, мы не забыли, что Родина – это святое. Недаром у нашего народа столько пословиц и поговорок о ней. Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. На чужой стороне и весна не красна. Человек без Родины, что Соловей без песни. Но вот вопрос. Мы рождаемся патриотами, или патриотами нас делает ближайшее окружение. Кто должен заниматься этим? Родители или школа? Думаю, что точный ответ на этот вопрос знает наш гость. Это преподаватель начальных классов из Таницы Зеленичукской, Нина Скрыльникова. Нина, здравствуйте. Итак, как вы считаете, кто отвечает за формирование чувства патриотизма у ребенка? Родители, школа или общество? За воспитание, конечно, несет ответственность семья. Но, конечно, на формирование личности влияет все окружение ребенка, и школа в том числе. В нашей школе построена воспитательная система так, что с самых первых дней мы разговариваем с детьми о патриотизме, о том, что такое Родина, о том, какие символы нашей страны есть. И ребята уже во втором классе, они знают гимн наизусть нашей страны, подпевают его, знают, как себя вести во время гимна, что обозначают цвета на флаге России, как он выглядит и так далее. И мне, конечно, глядя на своих учеников, спокойно за подрастающее поколение становится на душе, что они действительно понимают, что такое Родина, чтят ее, и любят от всего сердца. Я верю в это. Сегодня вся Россия пишет письма бойцам, которые находятся сейчас в зоне проведения спецоперации на Украине. Написали их и ваши ученики. И как это было, я предлагаю посмотреть нашим зрителям. Здравствуйте, дорогие солдаты России. Спасибо, что защищаете нашу Родину. Я очень благодарна вам. Мы все надеемся и верим в то, что скоро все закончится. Желаю вам здоровья, сил, бодрости духа и скорейшего возвращения домой. Мне хочется пожелать вам, чтобы вы выжили и вернулись целыми. Удачи и здоровья. До свидания, дорогие солдаты. И удачи в боях. Такие простые детские слова. Но сколько в них искренней теплоты и заботы. Правило на этом необычном уроке одно – писать искренне, от всего сердца. Ребята никогда не видели адресатов своих писем. Они не знают, в руки какого бойца попадет их послание. Но понимают, что воинам сейчас нелегко. Нужно помочь им сохранить боевой дух. Я написал свое письмо для того, чтобы нашим солдатам не было страшно в бою. Чтобы они знали, что мы их очень сильно любим. Чтобы солдаты знали, что я и моя семья переживают за них. Чтобы мы знаем, что им сейчас тяжело, но мы их ждем живыми и здоровыми. На ярких рисунках – мирное небо, российские флаги и солдаты. Такие разные и в то же время очень похожие послания. Неважно, кто написал это письмо. Гораздо важнее другое – что в том письме написано. Каждый боец на передовой должен знать. В него верят, его поддерживают и ждут. Здравствуй, российский солдат. Меня зовут Лавриков Кирилл. Я из 4-го В класса. Спасибо, что вы защищаете нас и нашу Родину. Мы вами очень гордимся. Желаем, чтобы вы поскорее вернулись домой, к своим семьям. Духом я с вами до годами много. Был бы я постарше, вам помогаю. Военная операция, в которой принимают участие российские воины – дело очень тяжелое. Здесь каждый солдат постоянно рискует собственной жизнью. И как же приятно в такой обстановке получить добрую весточку. Особенно стихи, которые маленькие дети пишут сами. Здравствуй, мой защитник, мой герой. Я благодарна тебе за мирное небо над моей головой. Ты с честью и достоинством проходишь сетя к этой войне, как наши деды и отцы. Фашизмом ты не боишься идти воевать. Я за тебя молитву буду читать. Когда я вышла с предложением к ребятам написать письма, они откликнулись с большим энтузиазмом. И вот мы написали, посмотрите, сколько писем. Ольга, у нас к вам большая просьба. Письма-то мы написали, но мы хотим, чтобы они обязательно дошли до адресата. И вот просим вас нам в этом помочь. Конечно, мы с удовольствием это сделаем. Наше телевидение поможет вам. Скоро к нам придет гость, который как раз и занимается этим вопросом. Мы передадим вашу просьбу. Спасибо большое. Не переживайте, конечно, мы все сделаем, все выполним и письма передадим. Но с вами, Нина, приехала ваша ученица, Медина Сарыева, которая, я знаю, тоже написала свое стихотворение, посвященное Родине и солдатам. Мединочка, прочитаешь? Россия, любимая наша страна, Не бросим Россию мы никогда, Хоть войска придут. Из-за всего мира Россия одна, И она едина. За Родину станем мы все горой. Уходите, враги, из России долой. Ни дождь, ни метель, ни снег, ни пурга Не сдвинет Россию с побед никогда. Спасибо тебе, Мединочка. Вот какие дети у нас замечательные растут. Да, сейчас мы живем в непростое время, но именно благодаря этому мы возвращаемся к своим традициям, к своим истокам, к своим корням. Вспоминаем такие понятия, как Родина, Отечество, родная страна. Именно об этом поет наш знаменитый бард Сергей Зацепилин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, где еще можно на свете найти Другую такую, как наша Россия? Земной шар, возможно, вокруг обойти Страны не найдете красивей От башен Кремля и до самых краев Мне Родиною окрестили И пусть над полями кружит воронье Но хлеб набирается силы Ну, где еще можно на свете найти Другую такую, как наша Россия? Земной шар, возможно, вокруг обойти Страны не найдете красивей Куда бы судьба моя не завела Не буду жалеть и стыдиться Что в этой стране меня мать родила И здесь я сумел пригодиться Ну, где еще можно на свете найти Другую такую, как наша Россия? Земной шар, возможно, вокруг обойти Страны не бывает красивей Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у нас в гостях представитель Народного фронта в Карачае-Черкесии Денис Тругацов Денис, скажите, вы согласны с тем, что Мы в России своих не бросаем? Ведь, посмотрите, мы не просто словом, но и делом Помогаем жителям Донбасса Нашим воинам, которые принимают участие В спецоперации на Украине Ежедневно из нашей страны уходят Десятки тысяч тонн грузов Гуманитарной помощи Мы знаем, что помогают и простые люди И общественные организации В том числе и Народный фронт Карачаева-Черкесии Вот вы реализуете новый проект Все для победы, по-моему, так, да? Да Проект Народного фронта Все для победы Это общероссийский проект В каждом регионе он реализуется Если коротко сказать То уже около 4 миллиардов рублей Собрано в рамках этого проекта 4,5 миллиона жителей нашей страны Поучаствовало в этом проекте Там от каких-то минимальных сумм До огромных сумм Вносили в этот проект И в Карачаево-Черкесии Тоже открыт пункт сбора Он находится по адресу Ленина 34, офис 39А И также у нас открыт По QR-коду Каждый житель Карачаева-Черкесии Может перечислить средства В региональный сбор Народного фронта Акции Все для победы Скажите, а вот В рамках акции Все для победы Народный фронт отправляет грузы, да? Кто помогает? Простые жители приходят Как мы помогли нашим бойцам? Я сейчас специально Не буду называть конкретных примеров Как простых людей, так и организаций Потому что их масса И можно было даже выделить Какие-то интересные, яркие примеры Их также уже не единицы Каких-то примеров Потому фамилии конкретной организации Я не буду называть Уже идет все комом по нарастающим Люди откликнулись И, во-первых, идет большое продвижение Акции Все для победы Мы размещаем это в социальных сетях Нам помогают средства массовой информации Телевидение Я надеюсь, и после этой передачи Люди откликнутся еще больше Люди приносят разные медикаменты Какие-то средства гигиены Постельное белье Сейчас мы акцент делаем на отправку в госпиталь Мы готовим отправку в госпиталь До этого мы отправляли Несколько отправок у нас было В 34-ю мотострелковую бригаду Еще хочу обратить особое внимание То, что мы стараемся Чтобы этот груз дошел до конца До потребителей У нас есть бойцы 34-й мотострелковой бригады Они записывают нам ролики Видеоролики с благодарностью Это является и отчетом нашим перед людьми И стимулом для других людей Подключиться к работе В госпиталь мы также делали Недавно отправку В госпиталь находится на территории На территории Луганской народной республики Ну что ж, Денис От лица нашей телерадиокомпании Карачаево-Черкесия От лица всех жителей Огромное спасибо вам Вашему народному фронту Спасибо всем неравнодушным Жителям Карачаево-Черкесии Которые помогают нашим бойцам Жителям Донбасса За их добрые сердца За их отзывчивость Низкий поклон Денис, у меня к вам тоже будет просьба У нас сегодня были в гостях Представители школы номер один И Станисы Зеленчукска Они вот написали письма Для наших бойцов Но не знают, как их передать Поможете? Конечно Мы Передаем письма От учащихся Студентов колледжей Уже передавали письма И эти письма Передадим обязательно Нашим бойцам Это очень важно Потому что Все о том, что я говорил выше Это Вот допустим Шерстяные изделия Вещи Они греют тело А эти письма Они будут греть душу бойцам Это очень важно Потому что Я как срочной службы Человек, который служил Знаю, что такое Когда человек оторван от дома А тем более Эти ребята сейчас находятся В такой непростой ситуации Им это все очень важно И нужно И мы это все передадим Спасибо большое Проснулся зверь В кромешной темноте И Богу была названа цена Прогнулись все Братья во Христе Прогнуло все Но не моя страна Был урожайным Высокосный год И кровью смерть Была пьяным пьяна От душ свинцов И гнулся небосвод Прогнуло все Но не моя страна Пол небо плавя Пол небосвод Там постанались В пол небо плавя В пол небосвод Россия с нами С нами Бог Здесь памяти не предали отцов Здесь не отдали дедовской земли Какой ценою не отыщешь слов Здесь за отчизну жизни Не перегли И снова сила русская в руках И жизнь и смерть за родину красна Стоит и держит небосвод века Моя непокоренная страна Пол небо плавя Пол небосвод Пол небосвод Танбас с нами С нами И бог В пол небо плавя Пол небосвод Россия с нами С нами И бог Пусть суждено погибнуть на кресте В пол небосвод Но на колени не поставите нас В кровавом полюшке Один за все Стоит и держит небосвод Донбасс Пол небо плавя Пол небосвод Танбас с нами И с нами И бог Пол небо плавя Пол небосвод Россия с нами И с нами И бог Пол небо плавя Пол небосвод Танбас с нами И с нами И бог Пол небосвод Пол небосвод Россия с нами И с нами И бог Древний девиз «За веру царя и Отечества» у современных казаков звучит так. «Служу Отечеству, казачеству и вере православной». Сегодня наши земляки, казаки Баталпашинского отдела Кубанского войска, защищают интересы Родины на полях сражения спецопераций. Мужественно и храбро выполняют свои боевые задачи. И о них наш рассказ. Времени у жителей станицы исправной Александра Щекинова мало, а дел много. И скотину накормить, и печь растопить. И самое главное, первонаперво собрать рюкзак с необходимыми вещами. Не забыть ничего. Через день Александру предстоит дальняя дорога. Он отправляется добровольцем на Донбасс. Это его вторая командировка. Он уже побывал на Украине. Три месяца выполнял боевые задачи в составе знаменитого казачьего отряда «Барс-11». Мы заехали 1 апреля туда и вернулись 26 июня. Начинали мы с Красной Поляны, Березовая, Старомайоровка, Херсон, Запорожье полностью все проехали. Александр в военном деле не новичок. За его плечами годы службы по контракту. Был командиром отделения батальона материального обеспечивания. Служил в Архангельской области на космодроме Плесецком. Прошел Чечню. Человек мирной профессии, на Донбассе Александр освоил новую военную специальность. По специальности водитель, ну пришлось мне быть сапером. И на Камазах ездил, и на Уралах ездил, потому что людей не хватало, приходилось вывозить ребят. Нас учили, тоже именно искателям искать, и взрывать эти самые монки, АИМ-100, АИМ-120. Сегодня вся страна знает, как казаки отряда БАРС-16 удерживали оборонительные позиции под Красным Лиманом Донецкой Народной Республики. Зато их дыхание за ходом битвы следила вся Россия. Казакам из отряда БАРС-11 тоже приходилось не сладко. Постоянные артиллерийские минометные обстрелы, которые не прекращались даже ночью. Боевое крещение Александр Щекинов получил в первый же день. Нас на передок кинули, это 11 мая. Мы 14 часов просидели, как нам сказали, взять высоту 206,4. Мы под пулеметом проходили, взяли мы эту высоту. Но так как наши радиоперехватчики узнали, что нас эту полосу 204,6 бомбить, спасибо ребятам, это Сомелье, Данди. Они нас вывели оттуда. И буквально за 20 минут эту полосу, лесополоса, ее уничтожили. Запрещено фосфором стрелять. Это град. А когда фосфор стреляет, земля кипит. Это очень страшно. Вас обстреливали? Да, нас обстреливали. Мы по 5 человек дежурили на каждой позиции. Вот один, ну как, 5 человек отдыхают, 5 человек несут караул по 3 часа. Так, в принципе, плохо далеко ходить на букву, точнее на точку, чтобы взять питание, взять пасов, взять воды. При этом, пока ты идешь, тебя минометы кроют. Одного-двух человек не трогают. Если идет 3, 4, 5, все, начинается обстрел. Однако наши казаки все выдержали. Случайных людей в Барсе не было. Кроме того, в первый же день они захватили трофеи с места боя, в том числе и гранатометы западных образцов. Мне страшно было. Первый, 11 мая, когда мы пошли в наступление. И, наверное, 25 июня тоже был прорыв. Тоже страшно. Когда они хотели взять нашу позицию. Это я, наверное, никогда в жизни не забуду. Ни первый день, ни крайний день. Почему было страшно? Почему? Ну, непонятно, кто идет и сколько их идут. Если у нас на позициях по 5-6 человек было. А сколько их идет? Мы же без понятия. Но вы стояли? Да, конечно, вы стояли. Лично про своих я скажу. Было просто вперед, ни шагу назад. У нас и командиры были классные. Тор, это замкомандира 3-й роты. Михалыч, командир 3-й роты. Ефремов был, командир батальона 1-й, 2-й, 3-й роты. Тоже с нами был до конца. С начала спецоперации тысячи казаков в Кубани вступили в ряды добровольцев. Александр прекрасно понимает, что его ждет на Донбассе. Понимают и его родные. Однако отговорить Александра не смогли. Да, пробовала отговорить, но он не слушается. Говорит, что много его братьев там убило, друзей. Также поедет защитаться нашу Россию. Плакать будете? Нет. Почему? Ну, что изменится, если я даже буду плакать? Ну, уж ничего не поменяется. Он дома все равно не останется. Также поедет туда. Ну, а ты его пробовала отговорить? Мы пытались, но ничего не помогает. Ничего. А что он говорит? Он говорит, я поеду и все. Как думаешь, почему он едет? Ну, он едет защищать родину. Россию. Боится? Нет, как думаешь? Ну, он у нас храбрый. Может за себя постоять. Сегодня те, кто служит в отрядах кубанского казачьего войска БАРС-11, по сути и есть народное ополчение России, которое показало, на что оно способно при штурме Маринки. Испокон веков казаки были воинами, защитниками своего отечества. Кроме нас, если мы не пойдем, кто пойдет? Просто хочу, если я пойду, кто-то смотрит на меня, пример подать, чтобы мы не сидели дома. А все и шли, отстаивали свою честь, Россию. Так же думает и ближайший друг Александра, с которым они прошли первую командировку на Донбассе плечо к плечу. Через день друзья снова отправятся в зону боевых действий. Ну, а без вас никак нельзя обойтись? У вас же дети, дежуны остаются. Ну, как вы понимаете, у всех есть дети, дежуны. У всех. У всей России дети, дежуны. Подождут, вернемся с победой. Победа за нами. Да, тяжело. Да, трудно. Но Россия выстоит. В этом казаки станутся исправны, не сомневаются ни минуты. Вот и атаман, который заглянул проверить, как идут сборы, уверен в нашей победе. В Москву французы зашли. Где они сейчас? Чего-то нема. Немец до Москвы дошел. Где он сейчас? И мы дойдем. Надо будет, до Америки дойдем. Доплывем. Ну, мы покажем, что такое русский народ и что такое земля русская. Вы что, тоже едете? Конечно. А как? Я дома буду сидеть. Казаки исправны на фронте, а там дома? Это как называется? Пойдем так делать. Я тоже обязан быть там. Все, что мы делаем сейчас, мы делаем ради будущего наших детей. Нашей России, говорят казаки. Мы идем воевать, чтобы наши внуки жили в свободной стране и не забывали вековых казачьих устоев. Главное, чтобы нам верили и ждали. Я буду помогать маме с хозяйством и буду ее слушаться и учиться на отлично. Буду ходить в церковь Богу молиться. Буду каждый раз ставить свечи за здравие. Наши мальчики идут. Ваш муж, они герои? Да, герои. Они герои России. Да, они действительно герои. Главное, чтобы мы это помнили. А к нам присоединилась солистка народного ансамбля «Казачья воля» Станицы Зелечукской Яна Федосенкова. Яночка, огромное вам спасибо, что вы приехали к нам. Я знаю, что у вас сейчас очень насыщенный график. Буквально гастроли постоянные. Вы только что вернулись из очередной поездки. Да, это действительно так. Буквально на прошлой неделе мы вернулись из Краснодарского госпиталя. Туда мы ездили уже во второй раз. Первый раз мы ездили с хором, второй раз как отдельные артисты. Нас всегда там очень ждут. Мы приезжаем туда с патриотическим концертом со своим. Исполняем для них патриотические песни. Им это очень все нравится. Везем с собой всегда сладкие угощения для них. Они нас всегда ждут. Также мы по нашим частям военным ездим с концертами. И в планах у нас посетить Ставропольский госпиталь и Ростовский госпиталь. Это вот ближайшие планы наши. Я представляю, как встречают вас наши бойцы. И какая для них это радость услышать песни, получить привет теплый из родных краев. Скажите, Яна, вот этот год, он был очень непростым. А каким он был для вашего коллектива? У вас появились какие-то новые песни? Конечно. Если раньше мы специализировались именно на народном творчестве, то есть коллективно-казачьем творчестве, артисты на том, что зрителями лучше воспринимается, то есть такие песни более массовые, то есть сейчас, конечно, репертуар кардинально изменился. Появляются новые песни из альбома «Новороссия», например, про нынешнюю ситуацию. И наши артисты записывают эти песни. У меня тоже есть в репертуаре такие появились. Новые, да? И у коллектив более направленность патриотическую поменял сейчас. Разучивает, записывает. Поэтому, да, вот очень репертуар сильно поменялся. И как встречают их, наши бойцы в госпиталях? Вы знаете, когда мы туда приезжаем, я, наверное, вот как артист, на сцене уже довольно долго, это самый тяжелый зал для меня, да, потому что песни довольно-таки грустные, наверное. Они описывают вот эту всю ситуацию, которая сейчас происходит. Эти люди воспринимают немного по-другому это все, чем обычные зрители. Поэтому зал тяжелый, но в их глазах грусть всегда. Это я вижу, когда перед ними пою эти песни патриотические. Но они их воспринимают очень хорошо. То есть аплодисменты, энергетика зала абсолютно другая. То есть они понимают, о чем эта песня. Они не просто слушают красивый вокал, знаменитую песню, кавер на знаменитую песню. Они воспринимают каждое слово. Они понимают каждое слово по-своему. И зал тяжелый, но воспринимают они, конечно, это. Очень близко. И верят в победу России. Конечно. Яночка, спасибо, что вы приехали к нам. Я желаю вам новых песен, хороших поездок. Будете в госпиталях, пожалуйста, передайте нашим бойцам привет от всех, кто работает в нашей телерадиокомпании «Карачао-Черкесии». Пускай выздоравливают и возвращаются домой. Обязательно. Спасибо. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Встанем, пока с нами рядом Господь. И истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем, и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герой России останутся в наших сердцах до конца. Встанем, и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. И я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем, и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, и герой России останутся в наших сердцах до конца. Мы встанем, встанем, встанем. Встанем, встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, и герой России останутся в наших сердцах до конца. А у нас новые гости. К нам присоединился знаменитый казачий народный хор «Урубчане» из станицы Преградной. Спасибо, что вы к нам приехали. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Виктор Петрович, скажите, каким был этот год уходящий для вас, для вашего коллектива? Что хорошего произошло? Ну, прежде всего, наш коллектив поучаствовал в фестивале «Казачий круг», который проходил в городе Краснодаре. Нас там очень тепло встретили. Нам показали обширную программу, профессиональные коллективы выступали. Ну, и мы приняли участие. Нас хорошо приняли. Мы привезли этот диплом первой степени. Поздравляем! Спасибо. Еще мы заняли второе место на ярмарке талантов, где показали обряд рождения казака. Но это было у нас, в Карачао-Черкесии. У нас, в Карачао-Черкесии. То же самое. Мы диплом второй степени, а в прошлом году мы диплом первой степени за обряд. Ну, я думаю, что дело не станет, и в следующем году вы опять займете первое место. Ну, постараемся, конечно. Виктор Петрович, а песню нам споете? С удовольствием, конечно. Как прошла царя по кругу, Собираться к казаку. Он обнял свою подругу, Шашку острую свою. Ты, прости меня, родная, Во себя не сберегу, Где умру, я знать не знаю, Бую голову сложу. Ты, прости меня, родная, Во себя не сберегу, Где умру, я знать не знаю, Бую голову сложу. Ты, прости меня, родная, Во себя не сберегу, Где умру, я знать не знаю, Бую голову сложу. Не сидеть. Не сидеть лихом у дома, Удаловым как же быть, От Кубани и до Дона, Вольной волюшки попить. Виктор Петрович, а песню нам сперегу, Шашку острую свою. Виктор Петрович, а песню нам сперегу, Где умру, я знать не знаю, Бую голову сложу. Виктор Петрович, а песня, родная, Во себя не сберегу, Где умру, я знать не знаю, Бую голову сложу. Валентина Петровна, Новый год не за горами. Скажите, пожалуйста, Вы продумали праздничное меню? Что будете готовить? К Новому году я готовлю холодец и селедку под шубой, А остальные блюда готовит дочка с внуками и сноха. Ох, как Вам повезло, не надо стоять. Потому что у меня после Нового года сразу день рождения, На день рождения уже готовлю. Ага, то есть именица уже на день рождения готовит, да? И что будете готовить, если не в секрет? Козел в огороде у нас хорошо принимает. Жарим рыбу, котлеты, шашлык. Ну, такое. Вот как Вам хорошо. А мы вот недавно побывали на мастер-классе по приготовлению праздничного новогоднего блюда. Давайте посмотрим. Может быть, Вам тоже пригодится. Новогодняя акция продолжается. Дарим 20 тысяч рублей на покупку шубы. Вятские меха. Ролейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Радио Россия. Радио Россия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте Радио Россия Карачаева Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Уважаемые граждане, доводим до Вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающие бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33, обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Здравствуйте, друзья! Мы находимся в Кутере Дубянска в гостях у нашей хозяюшки, замечательной Марины Губаревой. И сегодня мы будем готовить праздничное новогоднее блюдо – водку с яблоками. Ну, какой-то у Вас, Марина, рецепт интересный. Я смотрю, на столе у нас тут и майонез, и что это? Это соевый соус. Соевый соус? Да. Мед. Мед, чеснок. Да. И вот это все мы будем этим утку натирать, да? Да. Ну что ж, приступим? Да. Давайте вам уточку. Да. Для начала смешаем все. Смешаем, да? Да. Марина, а почему вот мед, вот это все такое необычное сочетание? Это Ваше фирменное блюдо? Вы где-то пробовали в гостях или это традиция Вашей семьи? Вы знаете, поперепробовала очень много. Я всяких разных рецептов, да. Но этот самый наиболее, и корочка получается такая зажаристая, и утка немножко сладковатая. В общем, это то, что нужно. Получается как бы пекинская, да? Где-то так вот. Да, наверное, да. Китайская, наверное, лучше. Да, 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 потому что сладковатая, да. Ну, обычно же, вот я, насколько я знаю, утки, уток обычно с чесноком, с солью, да, очень традиционно. Да, 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 горчицей, да, да, да. Ну, попробуем, начинаем, что дальше? Да, 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 давайте подготовим яблоки и апельсины, ими будем фаршировать. Хорошо. И сюда добавим еще апельсинового сока. Апельсинового сока. Да. Ну, точно пекинское получится. Точно, да. Прямо вот так вот, не жалею. Прямо действительно новогоднее блюдо получится у нас. Да, и запах сразу такой. А, эти апельсины... Апельсин порежем сейчас, и яблоки, да, внутрь. Внутрь, да? Да. Пешком, слава богу. Да, 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 да. А вообще, Марин, скажите, вот традиционно на Кудырю Дубянской вы же здесь выросли. Да. Как вот принято праздновать Новый год? Вот есть ли свои традиции? Как вы накрываете стол, что готовите? Ой, я не знаю. Ну, утка и гусь обязательно. Да. Ну, а так, как, наверное, у всех, салаты, оливье, под шубой. Все как у всех. А холодец? Холодец, вы знаете, холодец. Вообще делаю заливное из языка. Да. Последнее время, да. Последнее время не холодец. Это просто мы варим говяжий язык, его нарезаем? Да, 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 да. И несколько раз воду сливаем, и потом на этой воде желатин, язык красиво разлаживаем, добавляем горошек, морковочку. Вот. И заливаем бульоном. Домашним нравится? Конечно. Да, я думаю, что это очень даже нарядно и украинно. Да, да, да. Или даже я попробую, тоже не могу приготовить. Конечно. Давайте вы язык, а я вам свой холодец. Хорошо, давайте. Да, да, да. Теперь надо хорошо обмазать нашу утку приготовленной смесью. Марин, а скажите, вот в старину как отмечали Новый год? Вот когда вы были маленькой, бабушке, дедушке? Оля, да, наверное, как все собирались. Самое головное правило – это собираться всей семьей, чтобы все пришли. Собирались за большим столом, пели песни. Да, какие? Ну, например, «Ой, цветет калина». У меня даже дочка была маленькая, так хорошо ее спевала прямо. Ой, а мы ее тоже пили на два голоса, между прочим. Давайте споем, вспомним молодость. Давайте. Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Ну, хорошая у нас песня получилась. Да. Теперь отправляем нашу уточку мариноваться в холодильник. Лучше, конечно, на ночь, но сейчас достаточно будет и два часа. Уточка молодая, этого времени будет достаточно. Однако индоутка – это все-таки деть. Чтобы мясо было сочным и нежным, отправляем ее в рукав и хорошенько поливаем оставшейся смесью. Завязываем рукав и отправляем утку в хорошо разогретую духовку. Выпекаем примерно полтора часа при температуре 200 градусов. Ну, а мы пока с нашей хозяиншкой чаю попьем, о сельской жизни поговорим. Марина, а как вообще вот Новый год у вас было принято дарить подарки? В городе дарят, а в деревне? О, и у нас принято было, конечно. Ну, мне кажется, самый тогда лучший был подарок для нас – конфеты. Большие пакеты с конфетами. Вот и радостью сколько. Да, да, да. Сейчас, по-моему, детей этим не удивишь, да? Да, не удивишь, нет, сейчас, да. Ну, а вот салюты, праздничные, с ним? Конечно, обязательно, да. Ну, сейчас покупаем, а раньше у нас было ружье, папа стрелял с ружья, и нам всегда давал стрельнуть. Да, стреляли? Конечно, да. И не страшно было? Да нет, не страшно. Ну, папа, мама рядом. Не страшно. А сейчас салюты покупаем? Сейчас салюты, да, да, да. Ой, историю как раз про салюты и расскажу. У меня мама, ну, бабушка, сейчас, конечно, уже у нас дети у всех, и вот у нее, она гиперопека у нее прямо. И вот, значит, мы вышли, купили такой прям хороший салют, и начали стрелять, а она кричит «Дети, бегите!» И все внуки разбежались, да, и салюта и не видели. И все это сняли, потом посмотрели, а детей-то и не было. Ах, деньги! Да, 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 бабушка всех спрятала. А у вас какой был? Ой, у нас вообще всегда Новый год проходил очень весело, потому что наши друзья, мы собирали всегда большой компанией, отмечали, у кого не получите Новый год. Но потом обязательно наряжались. Дед Мороз у нас был, Снегурочка, и у нас был друг, он шел с аккордеоном. Мы шли в Центральный парк под елочку после Нового года, по дороге пели песни, все нас поздравляли, ну, потому что компания... Да, да, и Дед Мороз. Идет, Дед Мороз со Снегурочкой, веселый-випревеселый. Нам и конфеты дарили, что нам и дарили. Ну, и мы, естественно, у Деда Мороза же мешок с подарками. Ну, и вот кому-нибудь остановим, стихи нам прочитают, ну, 50 грамм наливают и конфетку обязательно дадут. Было очень весело. Ну, сейчас как-то вот уже все повзрослели, конечно, у всех дети, внуки. Больше по домам сидим. Но зато недавно, самый лучший Новый год, наверное, в моей жизни был. Дети наши уехали, и внуки остались у нас дома с Дедушкой. Они одели пижамы, такие вот колпаки новогодние, Дед Морозовский. И у нас была такая пижамная вечеринка. Внуки в пижамах, мы их накормили, Новый год встретили. И не пришли спать. Ну, граммочки, хорошо. Ну, да. Марина, а вот сейчас детям подарки же готовите? Что они заказывают? Конечно, обязательно. Пишут письма Дедам Морозу? Ну, дети уже взрослые, уже не пишут, уже прямо говорят. Уже прямо говорят? Конечно, уже же взрослые, уже дочке 16 лет, и сыну уже почти 14, уже, да, уже говорят. А раньше что они заказывали? Ну, раньше какие-то мелочи. Там дочка всегда хотела набор для вышивания или там для маникюра что-нибудь. Ну, а сейчас уже то телефон. Она сейчас пока не придумала. Вроде бы какую-то книгу она там выискивает, ей нужна какая-то книга, она хочет какую-то книгу. Вот так? Да, да, да. В наше время, Новый год книгу, это редкость вообще-то. Молодец, мама с папой постарались. Марина, сыр какой вкусный, вы сами делаете? Да. Он, по-моему, в магазине такого не стетишь, прям нежный-нежный, типа сулугуни. Да, да, сулугуни есть, да. Научите, как делать? Научу. Вы приезжайте лучше весной, когда, да, все коровы доятся, и тогда, конечно, молока больше, и сыр чаще делаем, и больше в больших количествах. Хорошо, дорогие телезрители, обещала нам, Марина, научить. Обычно, вот добрая душа, обычно хозяйки своих секретов не выдают, а вы нам прям все расскажете, покажете. Расскажу и покажу, да. Спасибо. Ничего секретного в этом нет. Ну, а мы вам взамен что? Что? Наверное, снимем еще одну программу. Давайте, да. На этот раз про мастерницу. Я знаю, что вы очень интересную отмечаете. Да, 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 да. Мы наряжаем, мы прямо делаем бабку, наряжаем ее, потом сжигаем. Собирается у нас вся улица. Да, весело очень. Танцуем, поем, да, 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 да. Каждый год, да. Это вот эта традиция у нас прям. Вот удивительны все-таки эти сельские жители. Работа не в проворот. Что такое отпуск, знают из рассказов городских жителей. Работают от зари до зари. Однако все успевают и на жизнь не жалуются. Вот с кого пример надо брать. За душевными разговорами время пролетело незаметно. Наша утка готова. Вон, какая красавица получилась. А пахнет как. На ее запах сбежались, по-моему, все мясные собаки. Тоже деликатеса хотят. Ладно, оставим вам кусочек. Ну что, друзья, наша утка готова. Осталось ее попробовать. Да. Как она пахнет, какая красивая. Не знаю, что на вкус, сейчас попробуем. Но пахнет... А золотистая, кстати, такая, потому что мед. Ага, вот поэтому, да? Да. Я думаю, не хуже, чем в любом ресторане. Я тоже так думаю. Ну что ж, Марина, у нас получилась не утка, а просто загляденье. Пальчики оближешь. Ну что, осталось поздравить наших жителей с наступающим Новым годом. Вам слово. Хочу пожелать всем здоровья. Мне кажется, это самое важное. Любите и оберегайте близких и родных мира и добра вашим домам. С Новым годом! Ну что ж, Виктор Петрович, Валентина Петровна, огромное вам спасибо, что вы приехали к нам. Вам успехов в Новом году, в новых творческих достижениях. Обязательно первое место. Приезжайте к нам почаще. Мы будем очень рады. С Новым годом! Спасибо. Спасибо. И вас так же, и вам всего доброго. Дорогие друзья, дорогие земляки, поздравляю вас с Новым годом. Хочу пожелать вам большого счастья. Как мне кажется, счастье – это емкое понятие, и оно включает в себя все. Если человек счастлив, значит, он здоров, значит, мир вокруг, значит, он любим и любит, и все благополучия у него есть. Поэтому будьте счастливы. От лица Народного фронта поздравляю всех жителей Карачаево-Черкесии с Новым годом, с праздником вас, здоровья, успехов, удачи. Мечтайте и воплощайте свои мечты. Объединяйтесь для хороших дел. Уважаемые жители Карачаево-Черкесской республики, от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом. Пусть все ваши мечты сбываются. Крепкого вам здоровья, огромного счастья, а главное – мирного неба над головой в Новом наступающем году. Дорогие жители Карачаево-Черкесии, разрешите мне от имени Народного казачьего хора урубчани поздравить вас с Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, всего самого доброго и, главное, мирного неба над головой. С Новым годом! С Новым счастьем! Ну что ж, друзья, наша программа подошла к концу. Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, и в наших домах, как и в нашей стране, наступит долгожданный мир и покой. Давайте будем добрее и внимательнее друг к другу, и мир откроет нам новые двери. Встречайте Новый год в кругу самых близких и родных людей, и пусть все задуманное сбудется. С Новым годом! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон»